Друзья, всем большой привет! Я продолжаю писать этюды на пленэре. И сегодня я опять на академической даче. И мой выбор сегодня пал на вот такую лесную тропинку, освещенную солнцем. Это очень сложный мотив, потому что нет явно какого-то элемента, за который можно зацепиться. Но будем его искать, будем думать, общее состояние и настроение пытаться передать. Ну а там посмотрим, что получится. Увидим в конце. Итак, я начинаю писать. Определяю для себя, что главное для меня это все-таки состояние контражора. Солнце зашло буквально на секунду, когда я начал писать, и все стало очень холодным. Я использовал это состояние для того, чтобы заложить вот эту холодную фиолетовую подкладку под всю работу. В дальнейшем объясню, почему я это сделал. Для меня все-таки главным является состояние. Состояние природы и то, как я через себя это проношу. Обычно художники хватаются и начинают. Солнце выходит, я вот в эти моменты буду писать. А когда солнце заходит, в эти моменты я писать не буду. Но это же все вместе состояние. Вот оно такое изменчивое состояние. Я в данном случае пытаюсь взять лучшее из того состояния, когда солнце заходит, но оно все равно все в контражоре, все равно вот это кружево, такое, как салфетка кружевная выглядит все это. Вот это состояние изменчивости. Вот я его и пытался передать в работе. Я его и хотел воссоздать, да, вот эту изменчивость. Поэтому я взял темный низ, холодную подкладку. И на этой холодной фиолетовой подкладке мое желтое теплое небо, оно как бы срабатывает как дополнительные цвета. То, что я хотел, у меня получилось вот в тот момент, когда я это делал, да. Ну вот работа закончена. По крайней мере, первый сеанс точно. Не знаю, буду продолжать в мастерской или, может быть, удастся выбраться сюда. Может быть, вообще не буду трогать. Сейчас непонятно, потому что нужно прийти домой, увидеть все ошибки, проблемы и так далее. Вообще, всем рекомендую всегда дать работе отстояться какое-то время для того, чтобы потом по ней принять какие-то решения.